Девушки отдыхают 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 относительно Троицы, приходили со всех сторон. Ранние отцы боролись с ними и преуспели, и в результате у нас есть никейский символ веры, который был написан в городе Никея в 325 году. Но постепенно Слово Божие и мировоззрение стали искажаться. Они стали обезображенными. Сила и авторитет Слова Божьего перешли к римско-католической церкви, которая положила начало тому, что историки называют периодом модерна. Это XIV век. На протяжении модерного периода существовало два конкурирующих мировоззрения. Послушайте очень внимательно. Это очень важно. Итак, два конкурирующих мировоззрения. И эти конкурирующие мировоззрения заменили домодерное время модерным. Что это за два конкурирующих мировоззрения? Реформация. И реформация пришла первой, а затем возрождение. Я хочу остановиться на мгновение и сказать вам, что всякий раз, когда Бог делает что-то великое, сатана наступает на пятки. Так и произошло. Реформация открыла глаза населению Европы, но случилось так, что возрождение наступило, реформация на пятки, и захватила реформацию. Возрождение постепенно боролось с теологией реформ и сделало человека в центре внимания, вместо того, что говорила реформация, что Бог и Его Слово находятся в центре внимания. Медленно, но верно, в западной цивилизации человек вытеснил Бога. Слоган того времени звучал так, «Я думаю, следовательно, я существую». Ну а теперь важный момент. Секуляризм, который сейчас достиг своего пика, «Секуляризм — это прямой потомок возрождения». Вот видите, все связано. Один историк утверждал, что это было время, когда свергли Бога и на престол возвели человека. Это было время, когда гуманизм и мир природы начали заменять библейское мировоззрение. Это было началом времени, когда сверхъестественному перестали придавать значение. К счастью, была группа прекрасных, благочестивых мужей и жен, которые пытались спастись от ужасов возрождения и преследований христиан. И не сомневайтесь, христиане подвергались гонениям в Европе. Я говорю о верных христианах. Христианах, верующих в Библию. Итак, эти благочестивые мужчины и женщины хотели убежать из токсичной среды европейской культуры и преследований. Они стремились основать и построить библейское общество в новом свете, где Слово Божие, а не человек, занимает центральное место. И таким образом их корабль пристал к берегу Плимут-Рок. Не верьте, если кто-то скажет вам, что Америка была основана на чем-то другом, кроме Библии, кроме Слова Божьего. Но, как это часто бывает, даже в этом дивном новом мире, несмотря на то, что эти люди хотели основать новый мир, построенный и основанный на Слове Божьем и истине Евангелия Иисуса Христа, несмотря на то, что эти благочестивые основатели нашей нации хотели, чтобы нация была построена на библейской истине, тем не менее, как я уже сказал вам, сатана всегда наступает на пятки. И к концу 19 века, началу 20-го столетия, в умах людей начала преобладать мысль, что человек может все, но не через укрепляющего его Христа, но если он приложит к этому свой разум. Вы ведь слышали об этом раньше? И это отношение стало причиной того, что наступил период истории, который мы называем постмодернистским. Однако некоторые историки говорят, что мы уже выходим из этого периода, но мы не узнаем, пока не оглянемся назад. Кстати, у нас на Ближнем Востоке есть поговорка, «Вы не знаете, куда идете, если не знаете, откуда вы пришли». Я молю Бога, чтобы в это время Он начал зажигать пробуждение, пробуждение, которое приведет к появлению благочестивого остатка, который будет стойко противостоять течению культуры. И вот вам мой вопрос, каковы характеристики постмодернистской мысли, которая сейчас наводняет наши школы, университетские городки, рабочие места, а также индустрию развлечений, общественную жизнь, а также, как ни печально, наводняет и некоторые церкви. Вот он, образец постмодернистской мысли. Я знаю, что вам это знакомо. Погоня за истиной бессмысленна. Идея морали устарела. Святость брака между мужчиной и женщиной, мужем и женой, архаична. Авторитет любой формы и вообще любой авторитет следует презирать. Именно поэтому возникновение организации Антифа и все атаки на наших сотрудников правоохранительных органов — это бунт против любой формы власти. Честность? О, это только для дураков. Истина относительна. Следовательно, это ваша правда, это моя правда, это его правда. И все истины хороши, кроме христианской истины. Потому что она абсолютно... Если вы скажете, что есть абсолютная правда, они будут преследовать вас. Они будут преследовать вас и скажут, что вы нетерпимы, фанатичны и не заслуживаете даже того, чтобы вас принимали в обществе. Вы должны быть вооружены для битвы, потому что всю эту ложь можно найти в книгах, в академических кругах, даже в судебных системах, на предприятиях, в зале заседаний, в товарах, в кино- и телеиндустрии. И, к сожалению, она вторглась и во многие церкви. Куда бы вы ни пошли, вы встретите пехотинцев постмодернистской культуры. Куда бы вы ни пошли, везде будут ее солдаты. Эти пехотинцы готовы наброситься на вас, запугать, заставить замолчать, преследовать и эмоционально избивать, пока вы не сдадитесь. Вы спросите, дорогой Майкл, по каким характеристикам мы можем распознать это культурное вторжение постмодернизма. Ну что ж, я рад, что вы спросили, потому что я определил пять характеристик, которые помогут вам распознать ложь. Я уверяю вас, что с каждой такой ложью можно бороться только чтением, верой, вниманием и повиновением Слову Божьему. Прежде всего, когда вы слышите, все истины одинаково верны, ну или так, все мнения одинаково верны, вы понимаете, что имеете дело с солдатом постмодернизма. Когда вы слышите, как они говорят, что власти мужчин не имеют права пользоваться своей властью, что мужья не имеют права быть духовными лидерами в своем доме, когда вы слышите, что родители не имеют права наставлять своих детей, это вообще хотят ввести в ранг того, что запрещено законом. Но как же авторитет Слова Божьего? О, это всего лишь способ церкви порабощать людей, а как насчет Божьих абсолютных истин, а это всего лишь твоя интерпретация. Когда вы пытаетесь защитить истину и тот факт, что Библия говорит, что правильно и что неправильно, они говорят, Библия — архаичная книга, которая не имеет отношения к 21 веку. Второй способ распознать, вторая характеристика, по которой вы узнаете этих пехотинцев постмодернизма, это стиль, который важнее содержания. Внешний вид гораздо важнее, чем внутреннее посвящение. Возлюбленные, послушайте. Вот почему самая быстро растущая профессия — это политтехнолог. Политтехнологи существуют не только в политике, они вообще повсюду. Политтехнологов нанимают в бизнес. Их нанимают даже некоторые церкви. Постмодернистское мышление гласит, что вы создаете впечатление, которое хотите произвести. впечатление — вот это все. Внешний вид. Это все, что имеет значение. Упаковка важнее содержания. Внешний вид важнее внутренней реальности. А вот почему голливудское воображение размыло реальность. Далее третье. Характеристика постмодернистского мышления состоит в следующем. Слова не имеют неотъемлемого значения. Что я имею в виду? Слово может значить для вас одно, для другого — другое, а для меня — совершенно другое. То есть третье. Речь идет об одном и том же слове. Словарное определение слов больше ничего не значит. Некоторые люди иногда слышат, как я проповедую от всего сердца и слова Божьего, и выходя из церкви говорят, ну, это всего лишь его мнение. И вот вам четвертая характеристика мышления постмодернизма, которая сегодня преобладает в нашей культуре. Они выражают ее по-разному, но вот приблизительно как это звучит. западная цивилизация агрессивна, другие цивилизации намного лучше, и вот теперь они исключили из учебных программ гражданское образование. Не забывайте, что именно западная цивилизация изначально была основана на реформации и теологии, реформации, а не на эпохе возрождения. Ренессанс захватил реформацию. Именно западная цивилизация принесла с собой технологии, которыми мы все наслаждаемся, обеспечила все свободы, закрепленные в наших конституциях, и что бы вы ни говорили, они вычеркивают западную цивилизацию и включают все остальные. Они отказываются от логики Аристотеля, но зато восточный мистицизм в Силе, они забыли Джорджа Вашингтона. А вот Далай-Лама у них на устах. А вот их аргумент. Поскольку западная цивилизация построена на иудеях христианской мысли, она агрессивна, они отвергают Бога Отца, но зато принимают Мать Землю. Далее у нас идет пятая характеристика этой постмодернистской культуры, и состоит она в том, что мышление заменяется чувствами. Некоторые из вас читали мою книгу, которая называется «Когда нет крестов». Тезис этой книги в том, что я показываю, как в семи аспектах жизни, включая образование, окружающую среду, во всех этих аспектах ваши чувства имеют единственное значение. Происходит отказ от мышления, и важными становятся только чувства. Когда христиане в прошлом делились Евангелием, они взывали к интеллекту человека. Но теперь в культуре постмодерна, где чувства и эмоции каждого отдельного человека и ваша ценность, ваша личная ценность, это все, что имеет значение. Мы больше не можем обращаться к интеллекту. В прошлом, когда мы не соглашались с нехристианами, мы думали, ну что ж, они, к сожалению, ошибаются. Но мы все еще их любим. Но в культуре постмодерна мы предполагаем, что все взгляды верны для кого-то, кроме христианской веры. Верно, что угодно, только нехристианское учение. В модернизме знания были жизненно важны. В постмодернизме самое важное на свете это свое мнение. И эти мнения не основанное на том, что правильно и что неправильно. Что есть истина и что есть ложь. О, нет, важно то, скольким людям это нравится. Вы видите все это в новостях. Вы видите это в политике. Вы видите это в культуре потребления. Вы видите это повсюду. Позвольте мне обратиться к вам, независимо от того, находитесь ли вы в этом прекрасном зале церкви или смотрите прямую трансляцию. Если вы подвергаетесь влиянию постмодернистского мышления и постмодернистской культуры 16 часов в день, то, уверяю вас, посещение церкви 2 часа в неделю не нейтрализует воздействие и влияние этой культуры. Это факт. Просто запомните. Сегодня сатане удалось нейтрализовать силу Слова Божьего так же, как он добился успеха с Адамом и Евой. Он добивается успеха и сегодня. В то время он вызвал сомнения в умах наших прародителей в подлинности, правдивости и авторитетности того, что сказал Бог. Сегодня он делает то же самое с христианами. Тогда ему удалось убедить Адама и Еву, что Слово Божие вырвано из контекста, что оно не актуально для них на этот день, не касается их нужды и не принесет им никакой пользы, и что якобы оно не предназначено для их счастья. Вот это да! Вы не можете верить в Бога, ежедневно читать Его Слово и возрастать в познании Христа и одновременно быть счастливыми. Сатана скажет вам, что Бог лишь крадет вашу радость. Дорогие друзья, обман Сатаны не изменился. Позвольте мне рассказать вам кое-что о Сатане. Он пони, способный справиться с одним трюком. Так оно и есть. Он не очень изобретательный. Бог, творческий Бог. Все творчество исходит только от Бога. Сатана лишь подражатель. То, что он делал тысячи лет назад в Эдемском саду с Адамом и Евой, он делает и сегодня с людьми, исповедующими христианство. Не нужно читать Библию, верить в Слово и соблюдать Его. Зачем вы это вообще делаете? Если вы будете читать Библию, она скажет вам, что грех есть беззаконие, что грех от дьявола, что грех есть зло, что грех оскорбляет Святого Бога. Зачем вам читать, верить и повиноваться Слову Божьему, когда оно говорит вам, что безнравственность это бунт против Бога? Ведь на самом деле это дело вкусом, это вопрос сексуальных предпочтений, это вопрос гендерных предпочтений, все дело в личном выборе, зачем читать, верить и повиноваться Библии, когда она говорит, что Слово Божие выше авторитет, тогда как вы окончательный авторитет. Во всем, что касается вашей жизни и вашего тела, последнее слово за вами. Зачем читать Библию, верить ей, подчиняться ей, чтобы узнать, что есть добро, что зло? Вы сами решаете, что правильно, а что нет? Услышьте меня, пожалуйста. Библейский ответ на обман сатаны находится в притчах 14 главе. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Если вы хотите жить, я имею в виду действительно жить, читайте слово, верьте ему и будьте ему послушны. Но если вы хотите смерти, даже если вы живы, игнорируйте слово. Если вы хотите жизни и изобилия, пейте много воды из источника Слова Божьего, и вы насытитесь. Если вы выберете пустыню медленной смерти, вы останетесь в пустыне постмодернизма. Если вы хотите жизни, позвольте силе Слова Божьего изменить ваше поведение. Но если вы хотите смерти, следуйте обману сатаны и сомневайтесь в авторитете Слова. Если жизни, дорожите Словом Божьим как повседневным достоянием, но если вы выбираете смерть, тогда обесценивайте Слово Божье и расточайте его. Если вы хотите жизни, позвольте Слову Божьему укрепить вас и вашу позицию, чтобы вы могли противостоять течению культуры. С самого начала Бог дает нам возможность выбрать жизнь или смерть. Жизнь или смерть. В саду Адам и Ева избрали смерть, и Бог изгнал их из сада. В пустыне Бог сказал своему народу через Моисея, вы можете выбрать сегодня жизнь или смерть. позже Иисус Новин сказал им выберите ныне кому вы будете служить. Дух Божий сегодня через меня обращается ко всем вам. Это не мои слова о Божии. Поэтому умоляю вас услышьте меня. Это Слово Божие. Бог сегодня говорит всем присутствующим и тем, кто смотрит по всему миру, выбери жизнь, выбери жизнь, выбери жизнь. Скажите со мной, я выбираю жизнь. Скажите громко, чтобы дьявол вас услышал. Спасибо.